сегодня у нас ночные стрельбы по сути дела тренировка и стреляем мы вз 58 на котором установлен тактический фонарик от компании феникс модель называется тк-32 ну собственно я вся линейка моделей феникс с индексом тк это тактические фонари это одна из самых популярных моделей она была уже на обзоре она была на стрельбах сумкой но сегодня я хотел показать как используется этот фонарь на оружие и вкупе с выносной с выносной кнопкой управления этим самым фонариком ну во первых по фонарику для того что было бы подробней здесь у нас интересный рефлектор по сути под одним стеклом 3 рефлектора 3 зеркало отражателя центральный это у нас основной белый свет и два маленьких соответственно красный и зеленый установлено в эзехе с помощью вот такого кронштейна здесь у нас глушитель от компании astur и можете сказать что при работе глушитель частично перекрывает свет фонарика да перекрывает но под наши задачи это вполне допустимо почему потому что сегодня у нас тренировка по спорту и та часть светового потока который перекрывается глушителем она вернее та которая не перекрывается вполне комфортно дает нам возможность определить мишени если мы посмотрим вот 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 туда в сторону здесь у нас две мкпс на юфпс на вернее мишеньки которые мы будем стараться поражать сегодня из этого самого антомата дальше на фениксе на фонарике у нас демонтирована стандартная кнопка вместо нее установлена выносная вот такая вот на ветром проводке которая крепится в данном случае к ложе автомата при помощи липучки это стандартные средства установки этой самой кнопки которые шли в комплекте значит кнопка у нас не простая а с дополнительными возможностями по сути это две кнопки вот вот эта вот кнопка она у нас дает основной белый свет она у нас прямо прямоходная то есть до щелчка она у нас не фиксируется а действует только на нажатие и вторая кнопка вот здесь она у нас дает соответственно цветной свет красный ну или по очереди прощелкать зеленый кнопка требует определенного привыкания определенного навыка но после того как этот навык приобретается управление автомата управление дополнительный дополнительным светом становится вполне комфортно попробуем для начала пострелять с цветного света ну вот если мы вот так вот скинем оружие то видим что засвета вполне достаточно для того чтобы определять четко определять мишени раз красного вполне комфортно вполне достаточно свет дает фонарик для того чтобы тут небольшая дистанция тут порядка двадцати метров уверенно поражать мишень попробуем с белого ну а с белого и тем более уверенно поражаются мишеньки то есть такого засвета на такую дистанцию вполне достаточно достаточно в частности олег олейник спрашивал под видео про умку когда мы стреляли тоже в темноте из умки при помощи этого же фонаря спрашивал в чем смысл происходящего зачем стрелять ночью так вот отвечаю дело в том что в мире существует такой вид стрелкового спорта который называется практическая стрельба ну или еще называют прикладная стрельба многие карманы организации производят регламент по этому виду спорта одна из которых называется юфпс та которая в том числе и действует в украине так вот юфпс организовывая матчи по практической стрельбе в том числе в том числе часть матчей организовывают в темное время суток это добавляет некоторого интереса для матчей добавляет каких-то особых умений стрелкам более требовательно к умениям стрелков ну и кроме всего прочего это интересно и если мы посмотрим на нашу мишенную обстановку то там вот две картонные мишени так вот эти мишени они изготовлены именно по правилам юфпс при ночной стрельбе мы сталкиваемся целым рядом проблем и трудностей ну во первых на оружие добавляется еще один орган управления то ли это выносная кнопка которая установлена как правило под левую руку ну или как в данном случае это еще и многофункциональная ко всему кнопка дополнительный орган управления требует соответственно дополнительных навыков отработка этих навыков соответственно это проблема стрелка и проблема его набора базовых его умений не тренировавшись какое-то время соответственно результата получить четкого результата получить тоже очень сложно то есть если вы тренируете стрельбу практическую динамическую стрельбу со своим оружием в светлое время суток то отдельных тренировок естественно требуют и ночные стрельбы дополнительный орган управления это во первых во вторых при ночных стрельбах мишень определяется ну немножко сложнее почему потому что в идеале проходя упражнения выполняя стрельбы в темное время суток вы не видите мишенную обстановку она ничем не подсвечена кроме осветительным прибором которые находятся у вас на оружии то есть скидывая оружие прицеливаясь и выводя оружие на мишень для этого требуется какое-то дополнительное время в следствие этого стрельбы ночью они как правило менее динамичные чем стрельбы в светлое время суток это второе и третье дело в том что в ночных стрельбах объекты освещенные вашим фонариком они могут быть искаженными они могут бросать тени они могут выглядеть не так как в светлое время суток они могут давать не ту цветопередачу и соответственно восприятие стрелком в мишенной обстановке также может отличаться от того восприятия которое мы имеем при дневном освещении вот треск пожалуй основных моментов с которыми сталкиваются стрелки выполняя ночные упражнения вот она наша ювпесная мишенька которая пострадала в результате сегодняшней тренировки вот именно таким подобным образом она выглядит это наша злая злая тактическая собака сегодня тактическая вообще охотничья помогает сейчас ap how но с и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok